Всем привет, товарищи рыбаки! Сегодня я на суре, ловлю на поплывочную удочку. Жена выгнала за карасем, так как судака она не хочет, практически не ест его вообще. Может ест раз в году запеченного, представляете? Короче, только судака, только я ем. Поэтому вот вышел в половите карасика. Пойду сразу налью воды в ведро, чтобы в другом ведре замешать приманки, прикормочку. А в этом ведре будут карасики жить, если что. Тут не зачерпнуть на месте. Пойду там, где помельчу. Пляжик там, коровки купаются. Такой вот перекат. Вот здесь можно тоже с удочками, в принципе, сидеть. Здесь вот не знаю, будет. Здесь слишком течка сильная, здесь только если какая-нибудь платва. Одну удочку сегодня сделаю, две не буду. Если клевать будет, то и на одну удочку нормально. Такая вот у меня баллоночка от Дюой. Калео называется, 5 метров. Я говорил, 6 в прошлом видео, даже не посмотрел. 5 метров, оказывается, длина. Ну, пойдет. Крючки, кстати, такие вот еще купил. Не знаю, ну, карася нормально. Я думаю, нормально. Я не особо шарю в этих вот карасевых всяких карповых снастях в удочных, поплавочных. В прошлый раз у меня была прикормка карп-карася, семечка жареная. Такой прикормки в магазине уже не оказалось. Взял просто какой-то карась. Не знаю. Мне кажется, главное, чтобы рыба вообще была рядом. По-фигу, какая прикормка. По-моему, она точно такая же, с консистенцией. Профессионал, конечно, мешает этими шуруповертами. Я руками мешаю. Лепится в шарики, главное. И кидается все, что больше ничего не требуется. Течение оттуда идет. Поэтому бросать буду выше. Вон туда, вон. Они сразу, конечно же, рассыпаются облачком. Пока так вот закормился, буду периодически подбрасывать. Посмотрим, что с клевым сегодня. Приманки у меня сегодня опарыш и червь. Ну, как обычно. В тот раз клевала на червя, а на опарыша клевала белая всякая ересь мне не нужная. Поэтому сразу буду сегодня на червя. Червь еще с прошлой рыбалки даже. Не знаю, вообще на живой нет. Ну, в холодильнике лежал. Нет, шавольц. Очень даже живой. Самое главное, я забыл стульчик, блин. Думаю, надо сейчас какую-то деревяшечку найти, да на ведро садиться. Так, что-то мне тут течение вообще не нравится. Рыбы пока нету, но червь обглотан. По сравнению с прошлым разом, течка гораздо сильнее. Тут вот два затяжка было, стоя с этой стороны, а сейчас нет. Вот кто так клюет. А кушок какой-нибудь? Вот кто поклевывает. Опять это калинка-малинка. Мелкая, блин. Такой вот у меня флюрик. Сейчас покажу. О, сколько тут? 0,14 миллиметров. Получается, 3 либра. Такой флюрик вижу на поводок. Плещется, рыба плещется. Тут блин, хищник походу гоняет ее. Может, надо на хищника поставить? Лучше спиннинг взять, лучше уже, чем удочку-то. Ну, жена заказала карасей. Прошел вот дальше, нашел еще одно место. Засрота немного. Ну, вроде потише вода. Сейчас сюда переберусь, еще рядышком. Вот здесь вот есть еще одна посидушка. Но здесь уже течка пошла вдоль травы. Ну, вот здесь вот можно. Наверное, сейчас сюда переберусь. Так, рыбаки и рыбачки, если вы все еще со мной, то, как видите, я переселился на новое место. Там что-то вообще изменилось все. Течение какое-то стало. Попробую сейчас вот здесь вот еще ловить. Тут я не ловил. Поплавок стоит. Отлично. Сейчас тут закормлюсь. О, ну, тут вообще кайф-то. Творачь должен по-любому сюда выйти. На этот. Я так понимаю, здесь течка. Вон там идет, идет, идет. Здесь затяжок. Типа, какое-то плата кормовое, так скажем. Мирная рыба должна здесь подходить, ковыряться. Обраточка тут вот вдоль берега чуть-чуть. Рясочка, как любит карасик. Ну, тут, конечно, надо прибраться. Как видите, тут грязь. Но ничего страшного. Сейчас приберусь. Сейчас приберемся. Карму почистим. Может, крывать начнет. Ребята, кто узнал это место, не сорите больше, пожалуйста. Вот, смотрите, как сразу сторона преобразилась. И вот я тут сейчас еще, молюсь. Такой вот себе струльчик сделал. Тут ступенька на земле. Это чехол у меня от этих, от колесиков, от лодок. Пойдет. Опа! Так-то оно лучше. Кстати, похоже было на карася. Карась. Походу. Покушать не дает. Видите, кто-то стащил прям. Хорошо, я вовремя успел. Сейчас его опять насажу. А, карасик первый. Отлично. Ну, блин, что это он, что ли, так клевал у меня? Так, не знаю, я ее вытяну, что ли, на этой? Или в подсак брать? Ну, раз уж взял подсак, надо брать в подсак. Опа! Вот и карасик. Так-с. Подошел таки все-таки. Это радует, это радует. Отличный сковородочный карасик. О, тихо-тихо, блин, какой бойкий. Вот про что я и говорил. Крючок ему этот маловат, даже не то что велик. Поклевку, ребят, скажу вам, вообще непонятно. Я думал, думал, что это такое за дриблинг там. Что-то так мелко. Я думал, блин, ну какая-то синтяна, наверное, атакует. Потом раз, чуть-чуть как-то в сторону. Уделянуло. И я, соответственно, подсек на всякий случай. На всякий случай там сидит карась. То бишь, эти мелкие поклевки могут быть поклевками карася. Опа! Ты кто? Ой, что ты это? Какой-то белый хищник, ребят, езек что ли? Поближе посмотрим. Опа! Что ты такое? Я что-то пока не пойму, что это за рыбина. Мне кажется, это какой-то хищник. Может, красноперочка? Езек! Езек! Тьфу ты! Подъездочек! Иди! Ты мне сегодня, друг, не нужен. Не ты ли у меня червей стыриваешь, гад! Ну, под вечер что-то начинает, а то я пришел вообще тишь да гладь была. Думал, сегодня останусь без рыбы. По идее, надо сначала зарядить удочку, взять с собой червя, пробежаться по всем точкам, найти рыбу и потом уже раскладываться. Ах, как-то, блин, вкуснейшую я сейчас насадил, смотрите. Ну, блин, он и такой-то вообще, да? Должно сейчас миллион рыб сразу клюнуть. Ну, попробуй сдерем мне этого червя. Ага, вот так вот. Кого-то взял, уех ты как тащит, ребята, это, походу, это... А, нет, карась. Подниму его. Видимо, удочкой. А червя-то, а нет, вон он сполз. Этот хоть засекся. Ага, сковородочный, сковородочный. Ну, может, сегодня и наберем на сковородочку. Такими темпами. Давай, карась, клюй, жена домой не пустит. Сказал, без рыбы не возвращаться, без карася, а именно. А именно, без карася. Что-то ведет, ага. Ах, ты падла, пойми его, блин. Такое чувство, как будто ведет крючок. Так, ну, это пожирнее, можно. Или поднимется. Ага, сейчас оторвет. А где оторвет, там вроде 0,14. Вот он где может оторвать. Когда я в руку беру. Начинает дрыгаться последнее издрыгание. А уже амортизации нет от удочки. И вот здесь он как раз может сойти. Хороший червя нет. Еще, короче, у меня две штуки, и будет на сковородку, наверное. Ах ты, блин. А, карасик. Тише, 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 тише. Тише, тише. Представляете, он как посторожник. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-то-ти-то. А, это не карась, что ли? А, да, это сапишка, что ли? Какая-то карась, не пойму. Не сапа. Сапа меня там дергает. только на какая-то как карась желтый муж язишка да не был плоский какая-то смесь карася с этой сапой ты бы смотри чё отлично у хорошеньких хорошенький течение меняется от маленько там трассу спокойствие туда кидаю там поклевка самая прям . . поплавок встал ничего не задевает груз то есть где-то там между травинками стоит поклевочка вот идеально ты угадал с местом то вот я прям знаю что он там стоит сидит сидит вот этот хорошенький слиточка сейчас он немножко набесится его подниму а то мне в руке начинает беситься иди сюда вот 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 начал тяжеленький удилка загнулась самый прикол что не левую руку некуда деть она настолько привыкла катушку крутить я вообще не знаю куда и вот сбоку так вот вставляю стою в боку рука в боку так а там карасик вот эта поклевочка была он положил поплавок аж ну что ребят вот на этом карасике на не буду заканчивать свою рыбалку солнце уже заходит на сковородочку как говорится поймал все всем пока спасибо за просмотр до следующего видоса